Мир — это зеркало, которое отражает смотрящего. Но не следует забывать, что вот здесь есть несколько маленьких таких фотографий зверюшек. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И сегодня открывается выставка моего давнего товарища и соавтора по шести фотоальбомам Володи Зыкова. Выставка эта приурочена к его шестидесятилетию. Эта выставка откроется в Камчатском краевом художественном музее. И мы съездим туда, посмотрим, как Володя Зыков демонстрировал свои карточки собравшимся миллионам камчатцам. Над Москвой ночи здесь уже светает. Ты ложишься спать, а я уже встаю. Новый день тебе с Камчатки посылаю. И дарю тебе я новую царю. А выставка под простым, но знаковым названием. Шестидесятилет. Владимир Васильевич Зыков родился в 1959 году в городе Елизово. Имеет высшее образование по специальности инженер лесного хозяйства. Работал в Хабаровском лесостроительной экспедиции. В Гранотском государственном биосферном заповеднике. Руководил Южно-Камчатским природным парком. С 2006 по 2016 год работал ведущим специалистом группы мониторинга природного парка «Вулканы Камчатки». В настоящее время сотрудник Елизовской центральной библиотеки. Как вы видите, человек большой судьбы, большой судьбы. Я хочу всех поприветствовать. И сейчас вспомнилась такая древняя истина, что мир – это зеркало, которое отражает смотрящих. В данном случае любая выставка – это событие для художника, для фотографа, для скульптора. И, конечно, безусловно, это в какой-то степени автопортрет автора. Его видение мира, которое он дарит нам, чтобы мы увидели по-другому, с другой точки зрения, может быть, под другим углом этот мир. Выставка. Мы уже вчера раскадровывали, я просмотрел его. Конечно, интересно все. Я думаю, что зрители нашего города, горожане, посмотрят эту выставку, и она будет для них, конечно же, интересна. Вообще, фотограф – это довольно странная фигура. Как говорится, он не только должен смотреть. Смотреть можно и невидящим взглядом или пустым взглядом. Фотограф должен замечать все. Это особая оптика его зрения. Он должен замечать малейшие детали, игру света, тени. В общем, это как бы нужно иметь определенную духовную структуру или структуру видения. Тогда фотография получается. Мне кажется, у Владимира она получается. Я хочу его поздравить с этой выставкой и пожелать ему дальнейших творческих успехов. Я хочу сказать о том, что все начиналось с этого маленького, пышного альбома. И потом пошли вот такие огромные публикации с разнообразными сауторами. И они упрощают их, если вы пришли в праздник. Но этот первый альбом начинался с «Бабочек» в Камчатке. И Володя в то время появились с «Бабочек» и «Бабочек» первые ее заимел. Но это не точно. И начали мы с ним вот такой творческий путь. Я думаю, что он будет продолжаться. А альбома не было такого. Нет, с «Бабочек» не было такого. А, да. Вот. И я желаю творческого пути, хорошего и с насекомыми тоже дружить. Вот у тебя, наверное, не сохранилось из этого раритетного издания. У меня один-единственный альбом. После этого мы издали вот так книжечку о насекомых о Камчатке. Экскурсия в мир, дитя и природа. И это касалось не только Налчевского парка, но и всей Камчатки. Потому что интересный он тем, что здесь про насекомых, которые нас окружают, которые интересны своим поведением, своей экологией. И этот альбомчик издал в четвертом издании. В четвертом издании. И завоевал на конкурсе в «Стиле Марка» в Москве почетную драму. Где-то у вас там у нас есть. Так что много драмот на полу у нас. Это только один из первых. И в связи с этим, я надеюсь, что у нас будут еще альбомы разные. Тот, который ты обещал. И мы с дарим, у нас реповедение. Боюсь, запутаюсь. Вова, книга – лучший подарок. Хорошая вдвойне. Вам от нас. Восхититься прекрасными художественными фотографиями может оценить именно творчество Володи как, так сказать, фотохудожника. Но не следует забывать, что у вас здесь есть несколько маленьких таких фотографий, зверюшек, что он прекрасный художник-анималист и достаточно давно сотрудничает с учеными, так сказать, Камчатки. Вот только что Людмила Ефимовна рассказала то, что какие там они выпускали эти. Но вот хочу напомнить, здесь я смотрел, не увидел ее. В прошлом году вышла «Красная книга Камчатского края». Вот там, так сказать, целый ряд фотографий. Да, значит, я проглядел просто. Там есть целый ряд фотографий, которые, так сказать, вот делал, так сказать, Володя Завес. Ну, то есть, это единственный был профессиональный фотограф. Ученые немножко, так сказать, люди такие ревности относятся к чужим фотографиям, но его всегда с удовольствием используют, потому что они очень качественные. Хочу также поздравить, так сказать, пожелать всяческих благ. Семен Киев, вот замечательно. Вот хоть мои концерты, я хожу на его выставки. А вообще мы выросли в одном дворе, в Елизово. Вот и там футбол гоняли, там всякие игры детские играли. Я старый, он очень много лет. Вот он прекрасный мастер, очень хороший человек, замечательный друг, товарищ. И очень рад быть сегодня на него вершине. Поздравляю, День рождения. Володя, ну раз уж пошла такая череда поздравлений, сам понимаешь. Не могли пройти мимо. Мы проходили мимо, но не могли пройти мимо. Вот, и мне вот посоветовали вспомнить, что была в твоей биографии и такая вещь, как когда тебя пригласили третьим, ну ты всегда никогда третьим не отказывался. И в этот раз не отказался, я оказался учредителем Камчатской лиги независимых экспертов. Одним из учредителей, третьим, да, как положено. Вот, и это было не так давно. И вот мы все тут собрались, мы еще все, так сказать, еще все работаем. Все любим, да. Все любим природу Камчатки, будем бороться за нее по последнему вздоху. И Володя всегда с нами. Поздравляем вас, дорогой друг. Ну и... А это уже... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я слышал из другой темы. Вы знаете, это ансамбль Камки. Знаете, мы, друзья, очень давно где-то на Узоне познакомились. Когда он меня направил, вместо того, чтобы по одной тропе, он меня направил по другой тропе. И мы вышли в болоту. Короче, с тех пор он иногда меня дурит. Вот. Значит, дело в том, что вот не было сказано, по-моему, вот с всеми предыдущими о том, что это наш местор, это наш летописец. Летописец, значит, он собирает фотографии старинные, старые, очень старинные, да? Целая подборка огромная. И кроме того, кроме вот этих вот фотографических дел, он еще же звукач, он же собирает... У него огромное видео, фонотека в музыке. Меломан, вообще феноменальный. Меломан, вот. И, кстати, вот, так получается, что я со своим ансамблем, со своими этими делами, со своими более 80 песнями, я не особо тусуюсь, а он все пишет, а он все пишет и пишет. И все это есть. И если бы не он, так это бы и не было. Так что вот, меня особая благодарность, не может. Огромное спасибо сказать тем, кто помогал мне в организации этой выставки. Тейвич Владимирович Ванштейн, Саша Петров, Анатолий Никитин, Валерий Зоисимович. И самое главное, тебе большое спасибо тем, кто не мешал. Спасибо. А Камчатка, А Камчатка, А Камчатка От Москвы далековато, И сюда почтовый не идет. И погода, Лишь погода виновата в том, Что вовремя не прибыл самолет. И погода, Лишь погода виновата в том, Что вовремя не прибыл самолет. Может быть, тебе когда-нибудь приснится Край суровый, Что Камчаткаю зовут, Где из сопок днем и ночью Дым клубится И с большой земли ребята Писем ждут. А Камчатка, А Камчатка, А Камчатка От Москвы далековато, И сюда почтовый не идет. И погода, Лишь погода виновата в том, Что вовремя не прибыл самолет. И погода, Лишь погода виновата в том, Что вовремя не прибыл самолет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вернулся с выставки моего друга И коллеги Володи Зыкова 60. Выставка приурочена, Как понятно из названия, К 60-летию автора. Ну, и на обратном пути, Как вы увидели, Уступил дорогу Лошадкам, которые без надзору Ходят по нашей деревне И вокруг нашей деревни. Вот так. Между прочим, Выставка Владимира Зыкова Еще один месяц будет Действовать В зале Камчатского краевого художественного музея В самом центре Столицы Камчатского края. Ну, а вы Теперь, Как уже привыкли, Ставьте лайки. Если вам нравится Иногда Наблюдать на моем канале Всякий культур-мультур. Пишите комментарии. Если вы Готовы В качестве пожертвования Так называемого Доната Оторвать от семьи Кровно заработанные денежки И прислать их На номер карты, Указанной в описании Для помощи каналу То вы будете Один раз в месяц Принимать участие В розыгрыше Какого-нибудь Моего фотоальбома В следующем выпуске Моего влога Я буду разыгрывать Свой фотоальбом Посвященный Усть-Камчатскому району Да, А если вы здесь Впервые То выполните Вот эти вот Рекомендации В правом Нижнем углу Кадра Нажали? Молодцы! Это для того, Чтобы вы не пропустили Очередные выпуски На моем канале До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok